Ребят, привет! Вот и у меня началась новогодняя, предновогодняя суета. И мой алкодруг, который не мог донести этот компьютер до меня, наверное, год, решил все-таки всучить его мне, чтобы я посмотрел, что с ними и так. Компьютер не включается, и мне уже сделали некую предоплату в виде двух банок пива. Ну, пиво так себе, кстати, было, я выбрал, сам выбирал, но не помню название. В общем, какое-то новое пиво, шляпа с вкусом лесных трав и еще что-то какое-то там с привкусом. Ну, я так просто попробую, потому что, о, смотрю, новые баночки, и дай-ка, думаю, попробую. Компьютер нужно сделать, потому что, как же так-то? Как всегда, на Новый год остаться без компьютера. Вот он отдал свою рухлядь, которая не включается, и понятно, что нужно что-то делать. Насколько я помню, потому что этому компьютеру, наверное, лет 10, может быть, может быть, больше, если честно, я не помню, это было в свое время в Хьюлитт-Пакарде, сейчас корпус другой, аэрокул, вот эта материнская плата установлена. Была другая видеокарта, которая позволяла... Ох ты, боже мой, это же мое решение, блин, сейчас посмотрим, живое оно или нет. В общем, как всегда, у него денег нет. Сделай что-нибудь, почему он не включается. Ну, что ж, давайте попробуем. Он, конечно, грешит на материнскую плату, потому что, типа, блок питания включен... Лампочка сзади, кстати, есть вот этого Хьюлитт-Пакарда, и она горит, но машина не включается. Ну, давайте вместо домоподмены посмотрим, что можно сделать. То есть, 2-х терабайтный жесткий диск, я вам помню, подогнал вот эту видеокарту тоже. Я колхозил, даже вижу свои безумные решения, то есть, все красиво, видите, тут перепаянные проводочки, воплёточки. Ой, в термоусадочке, то есть, хорошо все. Но она, машина, машина не включается. В общем, будем разбираться. Конечно, все это очень компактное, и даже не знаю, надо как-то это все разобрать. Посмотрим, что получится с этого. К Новому году успеть это все разобрать. Ну что, подброс блока питания ничего не дал, и я думаю, нужно ее разобрать, потому что материнская плата, грубо говоря, уже кто-то лазил. Потому что, если это я собирал, в чем я, конечно, сомневаюсь, но вот так вот, мать, на двух болтах я точно оставить не мог. Значит, кто-то уже лазил. Ну, посмотрим. Значит, что мы имеем? Это материнская плата AAHD2-HY. Сложное название, но, по-моему, все-таки AMD. Ну, посмотрим. Так, значит, видеокарта. Вот такая вот решение безумное. Возможно, был кожух, а, возможно, нет, если что, я не помню. Опознать ее практически невозможно. Написано PIGATRON. Ну, в общем, что это за видеокарта и что за чип? Фиг его знает, товарищи. Что тут написано? Hewlett Packard Partition 67 24 62 00 01. Может быть, поэтому можно вспомнить, что это такое. Ну, в общем, короче, я не люблю вот так вот диагностировать. Нужно все-таки разобрать. Возможно, где-то что-то каратит, потому что вроде бы должно все хорошо стартовать, но, как выясняется, нет, нехорошо. Значит, сейчас все разберу, выну эту материнскую плату, положу другой блок питания, опять же, и снова попробуем стартануть. Вы представляете? Замкнул, и все работает. Но PC-спикер молчит, меня это немножко настораживает. Проклятые рудники. Что не так с материнской платой? Настройки изображений нет, не пищит. Блин, и даже не подкинуть посткарту, зараза. Где-то что-то умерло. Ну, давай попробуем с видеокарты. Может быть, на видеокарту пойдет. Все отлично. Ну, давай родное сердце. Ну, то, что она уже на столе, когда вынул из корпуса, она стартует, это уже радует. Ух ты, боже мой, тут новомодные коннекторы, видеокарты. Так, значит, картинку ты не даешь, не хочешь. Ну-ка, ну-ка. Ого. Ну. Как быть-то? Посткарту-то не подсунуть. Нет, у меня PCI-C-press 1 посткарты. Слишком она дорогая. У меня есть простая, но простая сюда не войдет. Умерла, я умерла. Кстати, есть вариант какой? Возможно, если мамку вынимали, кто-то что-то лазил. Возможно, возможно. Сокет смотрели. А если смотрели сокет, наверное, что-нибудь загнули. Ну, давай разберем, посмотрим. Ну что, если это AMD, снимется ли он с ногами или нет. Так, не до конца докрутил. Самое смешное, что вот здесь решение Торекс. Не знаю, зачем это сделано. Наверное, чтобы лишний раз не заглязали. Но Торекс здесь и есть. Так, ух ты. Ух ты. Ого. Да тут действительно AMD. И здесь AMD A8 3800 серия. Ну что, момент истины. Что с ногами? Тут какой-то волос. Зараза, тяжелый. Слушайте, сексуальный маленький процессор с желтыми ногами. Но ноги целые. Ряды целые, красивые. Но сокет весь, конечно, желтоватый. Не знаю. Может быть, нужно протереть ластиком. Сейчас мы протрем ластиком. И, глядишь, все это, может быть, очухается. Зря, наверное, надо было память вынуть. Попробовать другую память, может быть. Так, у нас, значит, здесь Micron 2GB. Но на клейках Eulet Packard есть. То же самое. То есть, 4 гигабайта. Классная конфигурация. Причем, планки памяти, смотрите, разного цвета. Eulet Packard, смотрите, поставил разного цвета. И тут же у меня вспоминается история. Интересно, можно ли сделать байкой, внедрить. Давайте я вам расскажу эту байку на большое количество населения. Дело в том, что я помню давным-давно, несколько лет назад, еще DDR3, те были вовсю актуальны, собирали сервер. И поставка была такая. Kingston поставил зеленые планки памяти и синие. А сервер нужно сдавать. Как вы знаете, что в сервер нужно же, и в любой другой компьютер, нужно устанавливать одинаковую память, чтобы одинаковая частота, одинаковый размер, чтобы был двухканальный режим, либо скорость передачи данных повыше. Планки памяти были одной и той же позиции. Но цвет текстолита был разный. И вы знаете, ну как бы я поставил, ничего не думал, что будет очень плохо. Но через некоторое время позвонил директор этой фирмы, которую он у нас покупал, и начал крыть меня матом, что я фаюха в край. И что я не знаю, что нужно ставить для дуальности планки памяти одинакового даже цвета. Я говорю, подождите, уважаемые, ну как же? Память имеет одинаковую частоту, одинаковый парт-намбер, ну то есть артикул, полностью одинаковая, только текстолит разный. Он орал, говорил, что набьет, а объединила. Я еще тогда был молодой, тоже мог агрессировать, но, как вы знаете, всегда клиент прав. И получилось как? Что этот директор, который перекупщик был, купил у нас сервер, который мы собрали, и продал его другому. Там админ залез, посмотрел, был в шоке. Но я сталкивался с такими админами, которые, грубо говоря, знают, как настраивать программное обеспечение, но с железом на «вы», с большой буквы «вы». Выразил, по всей видимости, свое неудоумение, директору, а директор просто хотел мне набить. Как получилось, я говорю, что вы хотите? Я говорю, это одинаковая память, давайте дождемся, придет поставка одинакового цвета, и я лично поеду и поменяю на площадке вашего клиента, просто поменяю по цвету. Он сказал, что в следующий раз он просто появится, набьет, как я говорил. Но он не появился, и планки мы не поменяли. Но история вот такая. Поверьте, что даже цвет планок должен быть одинаковый. Но, видите, Hewlett Packard даже в 10 лет назад это правило вертел на одном месте. Так что, если Hewlett Packard позволяет себе такое, значит, если бы случилась поножовщина, то зря бы мне набили. Давайте подключим другую планку памяти, посмотрим, что будет. Поставил 8 ГБ АЗУ. Скорее всего, ничего не будет, потому что стройный PC-спикер молчит. Походу, дело, плата умерла, так умерла. Ну, ладно, что. Давайте думать, как помочь моему Алку-другу. И тут у меня есть одно интересное решение, которое, наверное, тоже нужно рассказать байку. Итак, сначала проверим, живо или не живо, видеокарта моего Алка-друга. И расскажу про это железо, опять же, в виде байки. ФФ. Что бы это значило? Неужели ФФ? Все. Посткод не бегает. Что же такое? Ну-ка. Ту-ти-ти-ти. Ну-ка, ну-ка. Уху-ху-ху-ху. Да ладно. Ты же живой был. Странно. Хе. Подкинул свою видяху, которую тут недавно из двух монстров собрал. Ух ты. Пост прошел. Я вижу картинку. Что, делаем выводы? Значит, вот с этой видеокарты у нас ФФ. Посткод грязненькая. И, возможно, из-за пыли она не хочет работать. Что делать? Значит, ну, я, конечно, прикалываюсь, что из-за пыли. Но, конечно же, мы протрем ее ластиком, если его найдем. Но я вам обещал рассказать байку про эту материнскую плату. Как она появилась у меня. Конечно же, ну, опять же, для Алка друга, я подумал, блин, денег у нее нет, помочь ему надо. А у меня есть корпус. Вот. Я выставил корпус и написал, что типа, если что, предлагайте, могу поменяться на железо. Пишет мне дядя. Говорит, не хочешь вот такое железо? Типа, я говорю, ну, ты же понимаешь, что я еще тот барыжа дорого не куплю. Вот это все добро, как выяснилось. То есть, процессор там сейчас i5, по-моему, там 540. Это мамка P7H55. Это сокет 1156. Я говорю, ну, давай я за, грубо говоря, полторы тысячи это у тебя забираю. Потому что, ну, как бы, мамка, ну, там около двух тысяч она стоит. Ну, естественно, занизил, чтобы получить товар. Будем откровенно честны. Я говорю, ну, все, давай приезжай. А он приехал. Ну, и приехал на машине. Да и я был тоже на колесах. Он привозит, говорит, вот тебе ящик, отдавай корпус. И достает грязный старый системник. Где-то корпус валяется. Он страшный. И, он говорит, даже планка памяти осталась. Он говорит, отдаю просто так. Естественно, до всех этих разговоров я у него спрашиваю, мать-то хоть живая? Потому что, вы понимаете, что на авито меняться и покупать без теста, скажем так, опасно. И если вы профессионал, то вам эти все вещи будут просто. То есть, посмотрев на железку, понюхав железку, вы можете представить, что она работает или нет. Естественно, можно попросить тест на площадке продавца. Но не все люди идут. Опять же, нужно смотреть на рейтинг продавцов. Может быть, они дадут вам какой-то срок на проверку. То есть, разные варианты. Ну, я думаю, ну ладно, что, полторы тысячи. Как бы небольшие деньги. Если даже обманет, не страшно. Печально, конечно. Ну, приехал, отдал. Но я не стал, если честно, на улице лезть в сокет. У него был кулер установлен какой-то тоже страшный, грязный. Который совершенно неинтересный. Я думаю, ну ладно, забирай, отдал корпус и вот забрал. Ну, и что по факту, ребята? Я открываю сокет и там есть проблема с ногами. Я думаю, ну все, парень-то, блин, меня вманул. Но, проведя испытание, посмотрел. Вроде нога, да, там кривая. Я чуть-чуть ее подправил. Если вдруг не знаете, как править ноги. У меня есть ролик на канале про, как можно выправлять сокет аккуратненько. Ну, ладно, может быть какая-то нога не особо дубличная, не нужная, да. То есть, как вы понимаете, в сокете есть, скажем так, ненужные ноги. Да, дублирующие, либо резервные, либо незадействованные. Но это видно по всей видимости. Дорога, ой, дорога. Нога, которая не особо используется. Я уже проверил, скажем так, все банки памяти. Нигде ничего нет. Все двухканальность работает и все остальное. То есть, вот так вот, внимательно, ребята. Даже позарившись, да, то есть, ну, блин, поленившись посмотреть, по факту можно было немножко задушить по цене. Сказать, ой, а что тут ноги там гнутые, там еще что-то. Понятно, что он мог вам сказать, да бери, потом мы, если что, встретимся. Но это попытка, может быть, потом никогда не встретится. Вы действуете на свой страх-риск. Я рискнул, там полторы тысячи. В общем, есть мамка, процессор, 2 гига оперативки. Но все пойдет в добрую сборку Алка-другу. Посмотрим, где бы еще видяху взять. Я тут вот этого монстра собрал из двух. Такая дохлая видяха лежала с радиатором. То есть, крепления у нее немножечко такие, не квадратные, а прямоугольные. Они редко встречаются. Я пытался на Авито найти подобные вещи, но как-то сложно было найти. Эта видяха дохлая. Грей-не грей, она дохлая. Но случайно, опять же, за кромах родины нашел старую видяху 640-я, по-моему, это. Или что-то типа этого. И у нее полностью совпадают радиаторные отверстия, которые можно прикрутить. Я прикрутил, перекинул кожух, и все. То есть, вот подобный радиатор стоял на предыдущем. То есть, его не было вентилятора. То есть, человек пользовался вот так вот. И что-то вот как-то оно грелось, вырубалось. Нужно было активное охлаждение добавить. Я использовал другое активное охлаждение. И вот собрал видеокарту. Ладно, поехали. Попробуем поколдовать. Узнать, работает все-таки вот эта видеокарта или нет. Продолжение следует...